Я хочу привести случай из нашей практики. Мы, знаете, как охотники, все любим рассказывать про свои случаи. Вот это больную, которой я оперировал. И я не скажу, что я поступил правильно. Может быть, на всех этапах, особенно сейчас, послушав Михаила Юрьевича, может быть, я бы по-другому поступил. Но мне хотелось привлечь аудиторию и тем самым обострить дискуссию. Поэтому мы будем прерывать эту презентацию и голосовать, кто как бы поступил, в отличие, например, от меня, как врача, который лечил этого пациента. Эта пациентка 50 лет. Она поступила к нам в январе 2015 года. Типичные жалобы. У нее при колоноскопии в дистальной трети была обнаружена циркулярная стенозирующая до 7 мм опухоль протяженная 5 см. По данным компьютерной томографии мы уже на этом этапе обнаружили, что опухоль 7,5 см, есть перифокальное воспаление, есть увеличенные лимфоузлы в брыжейке сигмовидной кишки. А в сальнике был обнаружен опухолевой узел 1 см в диаметре. При нормальных значениях опухолевых маркеров сразу было заподозрено, что это консерматозный узел. И, соответственно, я хочу спросить аудиторию, что в этой ситуации вы бы сделали? Первый вариант – неодевантная химиотерапия, о чем адвокатировал Михаил Юрьевич, а потом операция. Кто за этот подход? Вот, пожалуйста, давайте проголосуем. Михаил Юрьевич один, по-моему, в этом зале. Извините, что? Симптомная, да, 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 симптомная. Симптомная опухоль, у него были признаки нарушения кишечной проходимости, стенозирующая протяженная опухоль, перифокальное воспаление. Итак, к сожалению, один Михаил Юрьевич проголосовал за первый вариант лечения, и я тоже не поднял руку, я тоже представляю большинство присутствующих сегодня в зале. Кто выполнил бы операцию с попыткой выполнения полной циторедукции, а потом отправил бы больного на системную химиотерапию? И подавляющее большинство в зале, кроме, может быть, Павла Мрачковского, проголосовало за второй вариант операции. И третье, я так понял, что Евгений Геннадьевич именно поэтому спросил, насколько симптомная опухоль. Может быть, нужно было выполнить какую-то палеотивную процедуру, типа стентирования или наложения остомы, чтобы потом создать благоприятные условия для длительной системной химиотерапии. Кто за этот вариант лечения? Так, я вижу, четвертьставочный наш сотрудник предлагает такую позицию. Но, к сожалению, вы одна в этой аудитории. Я ничем от вас не отличаюсь, и поэтому 30 января была выполнена операция. Но, к сожалению, у нас обнаружились чуть-чуть иные данные, которые диссонировались данными компьютерной томографии. И я, учитывая симптомную опухоль, выполнил операцию Гартмана, экстерпацию матки с придатками, потому что было увлечение этих органов. Естественно, выполнил аминотоктомию, апендоктомию, потому что чергообразная, я подросток был увлечен в эту опухоль. И выполнил тазовую перитоноктомию, потому что там, к сожалению, тоже были обнаружены просовидные выпячивания, просовидные высыпания, канцероматозные, воспитанник 90-х тысячных годов. Я не мог не провести у этой больной внутрибрюшную химиотерапию. Тогда я еще не знал тех исследований Элая, о котором сегодня говорил и Олег Иванович, и Михаил Юрьевич, которые на меня произвели неизгладимые впечатления о том, что проведение внутрибрюшной химиотерапии, правда, не метамедицином С, а цисплатином, не оказывает никакого влияния на увеличение безрецидивной выживаемости. Но это единственное оправдание, на самом деле. Единственное. Нет, и недостаток вот этих исследований. Может, метамедицин С чудодейственный препарат. Это одна из, Юрий Анатольевич, действительно мыслей. Но на самом деле я тоже начинаю сомневаться. Просто очень мало исследований, которые очень хорошо соответствуют принципам доказательной медицины, которые применяются при канцерматозе. И Михаил Юрьевич сегодня об этом блестяще сказал, что всегда берутся отобранные пациенты. Мы не знаем истинного положения дел. Но у нас в отделении было принято при выполнении операции по поводу канцерматоза проводить внутрибрюшную химиотерапию метамедицином С. И операция была не очень продолжительная. И она прошла без осложнений. Больная была выписана на 11-й день. И, естественно, как вы понимаете, мы для того, чтобы стадировать и оценить, опирались на данные морфологического исследования. Это умеренно дифференциально от энерокарцинома, прорастающий все слои кишечной стенки и клетчатку. Был переневральный перевозальный рост. Была экстрамуральная сосудистая инвазия. То есть вы видите очень агрессивная опухоль. Было выраженное перифокальное воспаление с формированием разнокалиберных абсцессов и увеличением воспалительный процесс верхушки аппендикса. В 5 из 24 исследованных лимфоузлов были метастазы. В большом сальнике также подтверден канцероматоз. В теле матки на тазовой брюшине также были обнаружены метастазы аденокарциномы. И были обнаружены множественные раковые эмболы в сосудах. Таким образом, при стадировании оказалось, что мы прооперировали больную с опухолью ПТ3Н2А-М1С. Ну и естественно, мы обратились к нашим коллегам, химиотерапевтам, чтобы они нам помогли в лечении этой больной. Потому что, как мы прекрасно понимали, хирургия ни в коем случае не является самостоятельным методом лечения данной категории больных. Я здесь не указал, значит, я точно не помню, больная у нас проходила химиотерапия, но у нее, по-моему, она была микросателлитно-стабильна, и у нее был кей-разбрав отрицательный статус. Ей проводят системную химиотерапию, 12 курсов фоллфокса. В октябре 2016 года она обращается опять к нам в центр жалобами на то, что у нее начали через влагалище отделяться промывные воды при санации культи прямой кишки. Мы, естественно, больную сразу же обследовали, выполнили компьютерную томографию, и обнаружилось, что у нее в пятом сегменте печени 2,5-сантиметровый метастаз в области послеоперационного шва, а также есть участок уплотнения с жировыми и жидкостными включениями 1,8 на 1,5. В передней стенке культи прямой кишки есть свищевое отверстие до 1,3 сантиметра в диаметре, через которое осуществляется сообщение с влагалищем, рактовагинальный свищ. По данным магнито-резонансной томографии, наряду с этим очагом ВС-5 был обнаружен еще один небольшой очаг до 4 мм в шестом сегменте, и при контрастировании в артериальную фазу было заподозрено, что это тоже может быть еще один небольшой метастаз. Наряду с этим в передней брюшной стенке было обнаружено два узла, 1,1 и 1,0 в 7 сантиметров в диаметре, и заключение дается к консерматозу брюшины, метастаз ВС-5 печени, а вот однозначно высказаться о природе очага ВС-6 не представляется возможным. Но, естественно, сразу у меня возникло много всяких вопросов, как дальше лечить эту пациентку. Я, естественно, обращаюсь к аудитории, как бы поступили вы. Предлагаю опять проголосовать. Что надо сделать? Сменить линию химиотерапии. Первый вариант. Два. Уже не один Михаил Юрьевич в одиночестве. Кстати, он не хочет такой вариант лечения предлагать. Второй вариант. Попытаться выполнить операцию с достижением полного объема циторедукции, а потом назначить больной химиотерапией. Кто за это? Подход. Немного. Но удивительно, что Павел Мрачковский. Я, Юрий Иванович, надо спровоцировать, чтобы он объяснил свою позицию. Она не очень укладывается в наше видение. Может быть, прямо сейчас, Павел, скажи несколько слов. Пожалуйста, будьте добрым в микрофон. Думаю, что сейчас эта ситуация другая, потому что в первом случае мы знали, что была болезнь с метастазами. Так я начал с химиотерапией, чтобы это тормозить, а потом сделал операцию и циторедукцию. А сейчас она получала, через год получала химиотерапию. Это мы уже сделали. Так может, сейчас не надо прежде второй операции, по моей точки зрения, не надо делать другие химиотерапии, только попробовать, или операция возможна, а потом химиотерапию. Но ведь была стабилизация состояния в течение года. Может быть, нужно просто сменить линию химиотерапии, вторую линию химиотерапии. Она всего одну схему получала, 12 циклов. Но я думаю, что если есть возможность, чтобы хирургически сделать хирургическую контроль болезни, так чтобы сделать полную циторедукцию, если этот один метастаз в печенье, его тоже вырезают. Это будет... Я ожидаю, что эффект будет лучше, чем только химиотерапия. Понятно. Михаил Юрьевич, а все-таки почему вы сейчас воздержались? Да, интересно. Объясните-ка свою позицию. Так вы вроде бы агрессивный в этом плане химиотерапевт, а тут как-то замерли. Очень просто, потому что оперировать на прогрессирование не очень хорошо. Да, абсолютно не хорошо. И в первом варианте то же самое, если вы сделали, оперировали на стабилизации, а не когда болезнь яркая, вы, может быть, получили больше выживаемость без прогрессирования. Мы сейчас не можем сказать. Если вы сейчас пойдете на полную циторедукцию, по сути дела, в Адиванте при микрометастазах не работает ни рентекан, ни моноклональные антитела. То есть ставится вопрос о вновь назначении полфокса, который будет малоэффективным, потому что он сдерживал формально больше 12 месяцев, мы имеем право его назначить. Но вероятность того, что он снизит риск прогрессирования, будет минимальным. А уже так как у вас первая циторедукция не привела к полностью эрадикации болезни, то, скажем, если на этом этапе выполнять снова циторедукцию, на первом этапе это тоже, скорее всего, с большой долей вероятности, может, здесь все закончилось хорошо, я не знаю, не приведет к успехам. Поэтому здесь лучше поменять. Значит, ну, по сути, неодивант, если вы дадите и фолферист с таргетной терапией, то, соответственно, если у вас будет стабильная болезнь, вы не увидите прогрессирования, особенно экстраперитониальных изменений, тогда у вас появится действительно шанс на то, чтобы пойти в хороших условиях, онкологических условиях, я про хирургию молчу, это уже не моя ответственность, но в онкологических условиях оперировать больного. Потому что даже на второй линии, если вы достигаете операбельность и выполняете Р0 резекции, будь то метастазы в печени, в данном случае будем говорить, что это поражение брюшины, то вы можете получить очень высокие показатели продолжительности жизни. Поэтому моя позиция, что сейчас нужно застабилизировать болезнь химиотерапевтически в случае стабилизации, потом уже решать вопрос о хирургическом вмешательстве. А если она дальше запрогрессирует? Ну, значит, все верно. Вы не испортили ей качество жизни большими оперативными вмешательствами повторными. Потому что здесь уже свищ сформировался, то есть явно, что не от химиотерапии он сформировался. Может, она что-то привнесла, что там хуже заживало, но тем не менее причина-то не... Аргументация понятная, и Евгений Геннадьевич активно поддерживает именно такую позицию. Это как раз хотел немножко спровоцировать, но понятная аргументация. В данном случае хирургическая операция с большой вероятностью повлечет за собой большое количество хирургических сложнений. То есть операция на фоне свища, одновременной печени и рецидив. И эти осложнения, химиотерапию последующую, они отсрочат на много месяцев или сделают вообще невозможной. Поэтому понятно, что больная много месяцев не проживет и много лет. И в этой ситуации нужно думать, что мы можем сделать, чтобы она прожила максимально долго. И хоть я и хирург, я почти всегда за хирургией, но мне кажется, что здесь химиотерапия позволит дольше ей прожить. Аргумент понятия, но мы тоже, когда обсуждали это больное, тоже понимали, что риск развития хирургических сложнений позволит не выполнить всю программу онкологическую. То есть отодвинуть химиотерапию, которая для нее принципиально важна. Но тем не менее мы придерживались второй тактики. Мы решились на операцию с попыткой выполнить полную редукцию. И здесь я с Павлом Рачковским абсолютно согласен, хотя я очень четко понимаю аргументы, которые говорят химиотерапевты и хирурги некоторые. К сожалению, до настоящего времени четкой стратегии не разработано. Это все-таки обсуждение ситуации с больным, предпочтение хирурга. И вот в данной ситуации мы решились на проведение хирургического вмешательства. То есть через 22 месяца после первой операции мы увидели, что там достаточно тяжелая была ситуация, спаечный процесс. Мы подтвердили два метастаза. И интероперационная находка была. Мы обнаружили еще канцерматозные узлы на правом куполе диафрагмы до полутора сантиметров. Несмотря на то, что перитениальный канцерматозный индекс был 2, но вы сами понимаете, это достаточно сложная интероперационная ситуация. Что бы вы в этой ситуации, какую бы вы предприняли дальше стратегию? Вы бы на этом остановились и назначили больной вторую линию химиотерапии? Или попытались выполнить все-таки операцию с полной цитредукцией химиотерапии? Кто за первый вариант решения этой проблемы? Проголосуем давайте. Кто за? А что со свищем? Свищ был, да. Проктовагинальный свищ. Находки операционные. Там рецидив опухоли? Нет, нет, нет. Не рецидив. Как осложнение операции. Через год после первой операции, напомню, там была экстирпация матки с придатками. То есть в тазу рецидива не было? В тазу нет. Да, понятно. Спасибо. Просто образовался свищ. По типу пролежни произошло, скорее всего. Я не могу говорить о природе. Через год после операции констатирован свищ. Рецидив вообще беспокоит больную. Вот если она не промывает, он вообще... Ничего не беспокоит. Не беспокоит. Только при промывании культи. Она случайно узнала об этом при промывании культи. Но это десятое дело. Давайте все-таки решим, как лечить больную от онкологического заболевания. На спайки. Или на их разделение. Потому что, наверное, узлы тогда вы уберете. Но лучше проголосовать все-таки. Давайте голосовать. Да, тотальный. При канцерматозе у нас есть правило. Если мы идем на операцию, для того, чтобы оценить возможность полной цитаредукции, мы выполняем тотальный аргезиолиз. Это обязательно. Или, например, мы... Ну ладно, это уже дальше еще будем. Давайте ускоримся. Все-таки кто за первый вариант? Никого. Михаил Юрьевич, извините. Михаил Юрьевич. Все так. Кто за второй вариант? Ну, слава богу, я опять в большинстве. И продолжим. Мы предприняли хирургическое вмешательство. Что-то у меня не реагирует пульт. Может изменить направо... А, пожалуйста. И мы выполнили больной операцию. С полной цитаредукцией мы выполнили атипичную резекцию пятого сегмента печени, радиочастотную абляцию шестого сегмента печени, выполнили перитоноктомию справа у купола диафрагмы, ликвидировали ректовагинальный свитч, сформировали десцендеректальный анастомоз. Мы сделали реконструктивно-остановительную операцию. Извините нас за это хулиганство. И наложили превентивную илеостому. Во время операции был травмирован левый мочеточник, сформирован неортероциста анастомоз и повторно проведена внутрибрюшная химиотерапия. Мы опять, еще пока исследование не было опубликовано, опять провели... Демитамецин у нас есть. Демитамецин у нас вводится. Демитамецин у нас есть, и мы провели внутрибрюшную химиотерапию повторно. Хочу обратить ваше внимание, что продолжительность операции была 11,5 часов, кровопотеря была порядка литра. Но в послеоперационном периоде у нас возникло осложнение. Развился клостердиальный колит, с которым нам удалось справиться. Консервативным мероприятием больная выписана на 17-й день после операции. При патоморфологическом исследовании в печени обнаружен субкапсулярный метастаз аденокарцинома кишечного типа, железистокреброзного строения, и в опухолевых узлах диафрагмы метастаза аденокарцинома аналогичного строения с увлечением брюшины. То есть патоморфологический диагноз подтвердил наше. Дальше мы отправляем больную к нашим коллегам, и пациентка проходит лечение, противоопухолевая по схеме ксилирии 8 курсов. Она, естественно, у нас постоянно обследуется, и в сентябре 2017 года мы выполняем ей компьютерную томографию, и ПЭТ-КТ, изучаем уровень онкомаркеров, и констатируем стабилизацию состояния рецидива, возврата заболевания на момент осмотра не обнаруживается. Что делать дальше? У больной иллиостома она молодая, красивая, настаивает на закрытии иллиостомы. Что сделать? Закрыть иллиостому из местного доступа, закрыть иллиостому через лапаротомию, или продолжить лекарственное противоопухолевое лечение. Кто за первый вариант? Подавляющее большинство. Кто за второй вариант? Я один? Нет? А, есть еще, спасибо, что я не один. И третий вариант – продолжить химиотерапию. Даже Михаил Юрьевич, я что-то не вижу, опять он как-то затаился. А можно ваш комментарий? Затаился, Михаил Юрьевич. Что вы так вот как-то непоследовательно… Ну, категорически Ирина Текан, потому что известный Ирина Текан в одеванте не работает. Да, поэтому то, что вы проводили, ей не нужно было абсолютно, если уж была надежда только на хирургию. То есть еще полгода ненужного лечения, нормально. Потом, ну, или закрытие. Я уже не специалист в хирургии. Что лучше, через какой доступ, понятно, что можно закрыть. Хорошо, хоть на восьми курсов остановились, поэтому продолжать точно не нужно эффективного лечения. К сожалению, она не у вас проходила химиотерапию, и вы нам уж не отказываете, мы будем к вам посылать такой вот пациент. Хотя это будет невозможно, потому что мы понимаем территориальный принцип проведения химиотерапии. Тут тоже засада. К сожалению, на сегодняшний день федеральные учреждения, по сути дела, не могут взять пациента на проведение химиотерапии. И это беда. Значит, у нас принцип такой, вот мы занимаемся консерматозом, это тема диссертационного исследования, докторской диссертации Олега Ивановича Сушкова. У нас все-таки такой принцип есть, что если мы идем на закрытие стомы у больного, которого в анамнезе был консерматоз, то мы используем эту ситуацию для second look operation. Мы делаем это через средину лапротомии. Так было принято у нас, и поэтому мы выполнили операцию. Через 32 месяца после первой операции, 10 месяцев после второй операции, мы сделали широкую лапротомию. Да, действительно был выраженный спаечный процесс, но мы всегда разделяем спайки, чтобы провести очень четкую ревизию. И была обнаружена интерпретационная находка. Мы обнаружили узел в полости таза с увеличением культи влагалища, полтора на три сантиметра, то, о чем вы спрашивали, Евгений Геннадьевич. Я очень расстроился, подумал, да что ж такое, так все хорошо делал, рецидив консерматоза возникает и возникает. Тем не менее, я закрыл илеустому, иссек узел с резекцией культи влагалища, сделал, и мы сделали срочно гистологическое исследование, оказалось, что там рубец опухолевых клеток был не обнаружен. Продолжительность операции была не очень большая, послеоперационный период протекал без осложнений, на восьмой день мы больную выписали из стационара. Компьютерная томография, при контрольном обследовании на парилетальной брюшине слева, латеральной С2 и С3 в печени, было обнаружено два узловых образования, 0,7 см и 0,9 см в диаметре, онкомаркеры в норме. Что делать? Лапаротомию и еще одну ревизию по типу Second Look операции, контрольно обследовать через 3 месяца, чтобы посмотреть за динамикой этих узловых образований, или назначить противопухолевое лекарственное лечение. Кто за первый вариант лечения? Один. Извините. А чего аблировать? Мы не понимаем, где это находится. Посмотрите. Вот посмотрите. Это где-то на парилетальной брюшине, туда под... Это не печень. Это на брюшине, в районе. Мы не понимаем, где желудок, где диафрагма, там спаечный процесс. Мы четко не... Я даже не рассматривал такой вариант, потому что это, мне кажется, сопряжено с рисками. Если интероперационно, но это совпадает с лапаротомией, ревизией. А уж что... Я не помню, по-моему, мы ПЭДКТ не назначили, хотя они очень часто делали ПЭДКТ, эти пациенты, но, по-моему, мы не назначали. Так что все-таки, кто за второй вариант? Понаблюдать. И кто за третий вариант? Примерно столько же. Я не понял, Михаил Юрьевич, вы ни разу не подняли руку. Вы бы что сделали? Поднял руку, просто, опять же, в этой ситуации, наверное, учитывая метастазы по брюшине ПЭДКТ, все-таки даст большую несколько чувствительности. И в данном случае, я бы посмотрел, если бы там ничего не копил, или было подозрение, и я спокойно бы отправил на контрольное обследование через пару месяцев. Я бы выбрал второй вариант, отправил на контрольное обследование. Если бы там был бы высокий СУФ, тогда бы назначили химию. Я добавлю, ПЭДКТ делали, там не было никакого освещения. Делали ПЭДКТ, да? Ну да, тогда спокойно, можно было через три месяца посмотреть снова. А мы предприняли хирургическое вмешательство. Выраженный рубцово-споечный процесс в желудочно-ободочной связке был фрагмент, там припаяна печень, доля печени, желудочно-ободочная связка к диафрагме. В общем, два плотных опухолевых узла по одному сантиметру в диаметре и подозрительные очень на консерматозные узлы. Других признаков возврата заболевания мы не обнаружены, поэтому мы удалили желудочно-ободочную связку с резекцией диафрагмы С3 печени с удалением узлов и при срочном гистологическом исследовании, которое потом подтвердило послеоперационное морфологическое исследование опухолевых клеток, не было обнаружено. То есть, по всей видимости, это были рубцовые такие изменения. Продолжительность операции была небольшая, послеоперационных осложнений не было. Больная выписала на пятый день после операции. Таким образом, мы сделали операцию с достижением полного объема цитаредукции при первичном консерматозе. Затем при рецидиве перитониального консерматоза и метахронных метастазах печени мы ликвидировали ректорогенальный свеч, который не имел отношения к ее основному заболеванию, и выполнили реконструктивно-основительную операцию. Затем мы прибегли к операции повторного осмотра, исключили возврат заболеваний, закрыли ростома. Затем мы опять предприняли операцию повторного осмотра, исключили заболевание, которое было заподозрен по данным компьютерной томографии. Таким образом, сейчас больная, как говорится, как специально, за две недели до этого конгресса она пришла к нам на обследование, рояль в кустах. Сейчас 53 месяца после первой операции нет прогрессии заболевания, ей сделали ПЭТ-КТ, КТ-онкомаркеры изучили, у нее ликвидированы все стомы, она социально активна, по-прежнему красивая, ее любит муж, она продолжает динамическое наблюдение, любит муж, я имею в виду и в прямом, и в переносном смысле, она живет половой жизнью, полноценной, нет признаков рецидива рактовагинального свеча, и я хотел бы очень короткое заключение. Сейчас мы говорим о том, что у нее стабилизация состояния, конечно, это не значит, что возврата заболевания будет, но все-таки хотел бы узнать, изменили ли бы вы, зная сейчас эту ситуацию, как в случае, с которой докладывал Евгений Геннадьевич, изменили ли вы стратегию лечения у этой больной каким-то образом или нет? Ну, я попрошу тогда наших сопредседателей высказать свои точки зрения. Пожалуйста. Во-первых, хотел бы поздравить с блестящим результатом. Первую часть я полностью согласен. На третьей операции я был восхищен смелостью хирургов, которые решились на лапротомию с целью диагностики, хотя требовалось только закрытие лиастомы, но тем не менее пошли на лапротомию с целью ревизии. Мы понимаем, что после двух цитередукций, после двух перитониомектомий с двумя хайпэками, скорее всего, тяжелый спаечный процесс, рубцы крайне затрудняют хирургию. И мое восхищение, ваша хирургия достигла предела, когда я узнал, что вы пошли на четвертую операцию ради узлов диаметром 9 мм, по-моему, да? 9 мм, потому что мы бы, конечно, в такой ситуации наблюдали бы за этой пациенткой и принимали бы какие-то действия, если бы мы убедились в росте этих узлов, если бы у нас были более точные аргументы за метастатическую их природу. Ну, а в заключение я хочу сказать, что при том, что результаты блестящие, конечно, это заслуга наша, то есть хирургов и химиотерапевтов только наполовину, но в основном это заслуга конкретной биологии, конкретной опухоли. Скорее всего, в этом и дело. Конечно. Да, я вот согласилась бы с Михаилом Юрьевичем и начала бы лечить эту пациентку все-таки системной лекарственной терапией. И тогда после системной лекарственной терапии, если бы удалось выполнить полную циторедукцию и процедуру ХАЙПЭК, может быть, мы избежали бы тех ненужных рецидивов и тех ненужных операций, которые пациентка получила. Но сейчас об этом судить не представляется возможным, потому что успех есть. Пациентка сейчас здорова, и дай Бог, чтобы стабилизация процесса у нее продолжалась как можно дольше. Но я бы начала с лекарственной терапии. Пожалуйста, есть ли еще какие-то суждения в зале? Михаил Юрьевич, пожалуйста, как вы-то? На самом деле тоже... Заметьте, левосторонняя локализация? Правосторонняя, Женя. Здесь левосторонняя сигма. Все равно, действительно, я по-прежнему считаю, если бы она пришла даже сейчас ко мне, предположим, на консультацию, мы обсуждали бы с хирургами, на первом этапе, если необходима была санация кишки, можно было сделать, но можно было не трогать метастазы по брюшине, провести системное лечение и потом на стабилизацию оперировать. Может быть, это опять же мы говорим о вероятностных событиях. Этой одной операции блестяще хватило бы, чтобы не делать следующих три операции и соответственно... Ну тогда я прошу вас, вы дополните, потому что я напомню, что здесь проблема с нарушением кишечной проходимости. Я же говорю, на первом этапе, если бы хирурги решили, что необходимо идти учитывая клинику непроходимости, формирующейся на операции, тем более там были абсцессы, как описано, патоморфологически, то, соответственно, можно было просто убрать кишку, оставив метастазы по брюшине и делать большую операцию. Потом провести химиотерапию. То есть если симптомная первичная опухоль, мы делаем санат с первичной опухоль. Идёт системная химиотерапия с таргетной терапией, как хотите, а потом уже, ради бога, выполнять большие, крупные, красивые операции. Может быть, это не привлекло последующим к трем операциям и второй линии химиотерапии иринотыканом. Может быть, это вероятностный процесс. Может быть, вот эта тактика для неё была действительно, как было верно сказано, биологическая особенность опухоли такова, что она контролировалась вашим подходом. Но опять же, ни на каком бы этапе я бы не рассматривал хайпэк. Ни на каком бы этапе не рассказывал бы хайпэк. Даже имея метамедицины полна. Но я хотел бы в таком случае здесь всё-таки ещё тогда голосование устроить. Мы в животе. Извините, уже в животе. Мы вынуждены из-за того, что осложнённая первичная опухоль явлениями кишечной непроходимости. Тогда кто бы вот так мы пошли, уже решили, все вошли в живот, убрали первичную опухоль и никаких сложностей не представляет удаление карциноматозных узлов. Кто бы решился оставить эти карциноматозные узлы, чтобы потрафить нашим замечательным любимым химиотерапевтам поднимите руку. Конечно. Ниши ваши что нужно удалять. Ну, конечно же, и даже химиотерапевты что-то так вот не очень тянут руку. То есть всё-таки с моей точки зрения, если в животе есть возможность техническая удалить без каких-то удлинений, рисков и так далее, мне кажется, что нужно удалять. Другой вопрос, нужна ли химиотерапия или нет, я имею в виду внутрибрюшная. Но это вопрос философский, я тут даже не задаю этот вопрос нужно, не нужно. Потому что действительно всё непросто. Можно одну ремарку? Уважаемые коллеги, у нас здесь в зале, может быть, не все знают, присутствует Андриас Брандл, это эксперт в области цитерилитивной хирургии ХАЙПЭК, он долгое время работал в клинике Шарите вместе с Беатой Рау, он здесь в зале присутствует и, может быть, было бы очень интересно услышать его мнение на эту тему. Андриас, не затруднит вас выйти и сказать, что вы думаете? Большое спасибо и я поздравляю вас с прекрасным кейсом. Я думаю, что мы не обсуждаем делать ХАЙПЭК или нет ХАЙПЭКа, мы используем мультимодальное лечение, мы используем системную химиотерапию или одевантную терапию. Результат показал, что лечение пациента было очень хорошим. Конечно, у этого пациента, может быть, была хорошая биология опухоли, и вы помогли этому пациенту, теперь у него нет опухоли. Хорошей биологии опухоли мы можем говорить только сейчас, мы же не знаем. Я присоединяюсь к вопросу, Юрий Анатольевич, как не реализовать все возможности во время первой операции, если мы можем достичь полной цитередукции. Ведь биология опухоли и наша эффективность химиотерапии может быть оценена только по окончании лечения. Ответил больной или не ответил? Я, как хирург, идя на операцию, не имею этой информации. У нас нет никаких предикторов эффективности химиотерапии у этого больного. Вы, как предиктор эффективности, предлагаете использовать неодевант. Я это принимаю. Я согласен с вами. Но если опухоль не симптомная, если я не поставлен в рамки, когда я вынужден идти на операцию, сделай больной операцией гортной. Я даже стентировать ее не мог, хотя тогда мы не особенно активно стентировали, потому что у нее перифокальное воспаление с абсцидирование было. Я вынужден был удалить опухоль. Но я не мог. Не, 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 не. Как грибник, который идет по лесу. Но он уже должен уезжать. У него электричка уже. А у него по пути еще грибы. Но он, конечно, ее соберет. Сергей Иванович, мы вышли из-за регламента. Может быть, тогда мы попросим Юрия Анатольевича сделать заключительное слово. Но у нас на самом деле сейчас перерыв, и никто нас не поджимает в зале. Тут же сейчас, по-моему, обеденный перерыв, насколько я уразумел. Следующая сессия начнется в 14 часов. Поэтому, если все-таки есть такая уникальная возможность, у нас такие интересные участники этого процесса, то я предлагаю все-таки дать возможность еще выступить. И, например, я смотрю, Павел так на старт. Вот, может, Павел тоже скажет свое слово, раз... Павел Мрачковский, пожалуйста. Я согласен, потому что я думаю, что это... У нас есть разные оружия. Есть хирургия, есть химиотерапия, есть системная химиотерапия, есть хайпек. И мы можем сделать какую-то нибудь комбинацию. Я думаю, что так долго, если есть возможность, чтобы контролировать болезнь хирургическими условиями, ними надо пользоваться, потому что потом этот шанс, эту возможность не будет. Если мы делаем первую химиотерапию, вторую, третью линию, четвертую, пятую, потом не придет момент, когда можно этого больного сделать операцию у него. если мы сделаем операцию, операцию, в каком-то время будет эксплуатация, и мы посмотрим, что в этом состоянии рессекция уже невозможна. И это потом это случай для химиотерапии. Но как долго мы можем сделать циторедукцию, полную циторедукцию, полную рессекцию хирургическими условиями, я бы это делал. Хотел бы кто-либо... Пожалуйста, Олег Иванович, а то мы как-то действительно все на вас нападают. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ну, прежде всего стоит, наверное, отметить то, что если исследований, посвященных лечению рандомизированных исследований перитениального карциноматоза мало, то отношения повторных операций просто отсутствуют. Поэтому случай, он действительно в чем-то уникальный, каждый случай уникальный. И мы здесь можем обсуждать, рассуждать, и одни будут на одном мнении, другие будут на другом мнении. Может быть, многое зависит от того, что есть хирурги, есть химиотерапевты, это разные взгляды с разных сторон на одну и ту же проблему. И еще один момент важный относительно переоперационной химиотерапии. Сейчас, о чем Михаил Юрьевич упоминал в своей лекции, исследования проводятся, называется КР-6, и в данный момент происходит набор пациентов. Исследование третьей фазы завершится через несколько лет, и мы, может быть, узнаем, насколько эффективна неодевантная химиотерапия в сравнении с, так сказать, проведением циторедуктивной хирургии. Спасибо. Если еще желающие высказаться, если нет, то я на самом деле стою на активной позиции, и тут ведь схожая проблема, положим, наличие метастатического поражения в печени, она тоже где-то так близка к арциноматозу, но только нет вот этого внутрибрешной или какой-либо другой химиотерапии. С моей точки зрения, если возможно одномоментно подвергнут удалению, то мне представляется, что это необходимо сделать, если не представляет какой-то сверхриск, и если это возможно сделать именно в рамках одного оперативного вмешательства, то, наверное, это, скорее всего, рационально и понятно, что потом уже мы больше будем иметь информации после генетических исследований удаленных тканей и также подвергнув и обычному традиционному гистологическому исследованию, мы уже кое-как сможем судить, насколько перспективны, положим дальнейшие схемы лечения, и мы уже более грамотно и могли бы продолжать в дальнейшем эту химиотерапию. Но в данной ситуации, опять же, вроде бы один пример, вроде бы их немного, но он тоже показательный, потому что, да, действительно, однозначно я и сейчас так бы поступил, если есть симптомные опухоли с огромными рисками, необходимо удалять, и нужно удалять все, что доступно удалению без каких-то сверхрисков, но, опять же, конечно, очень сложно рекомендовать восстановительные операции на фоне такой продолжительного вмешательства, которое предпринял Сергей Иванович. Мы с вами Илья Анатольевич обсуждали, я консультировал эту больную с вами все время. меня легко уговорить в это все дело, но если действительно, конечно, так стоять на эти позиции победителя не судят, но вместе с тем выполнение восстановительной операции с другой стороны, если бы ее там положим не сделал Сергей Иванович, то никогда бы уже дальше восстановительная операция сделана не было. Это мы должны тоже понимать, потому что ради восстановительной операции никто бы уже не подвергал сумасшедшим вот этим рискам и так далее. То, что опять же, тут тысячу таких элементов везения и для хирурга, и, конечно же, для, соответственно, самой пациентки. Непонятная судьба, эти риски все равно остаются. Не исключено, что еще придется, она поставит перед нами какие-то задачи, которые опять нам придется вот с большими спорами, сомнениями решать, потому что все непросто именно при таких распространенных формах колоректального рака. Но в целом, я должен сказать, что все-таки вот эта вот на, так скажем, на десерт оставленная тематика, она оказалась наиболее вызвавшей наибольшей дискуссией, потому что и это здорово, мы наконец достигли, вот одна из трех сессий, она вызвала дискуссии, хотя не менее интересны и предыдущие сессии, они были великолепны, великолепно, так скажем, были демонстрированы, и я еще раз убеждаюсь, все-таки клинические примеры необходимы, потому что они тоже неким служат аргументом, может быть, они это субъективно, конечно, хотелось бы каких-то более доказательных методов, но не всегда это возможно, учитывая, особенно если мы говорим о карциноматозе, который действительно не столь часто встречается, но если возможно помочь такому больному, то мы должны, конечно же, помогать, и я в этом абсолютно уверен, но мы всегда имеем такую возможность отступить, вот еще будут замечательные результаты исследования, через пару лет и может быть что-то изменится еще раз, опять же самое забавное, что это звучит из уст тех же ученых, которые проповедовали совершенно противоположные вещи. Поэтому я благодарю всех за участие в нашем заседании и, соответственно, прежде всего, конечно, докладчиков и тех, кто принимал активное участие в дискуссии. Спасибо вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok